МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Марина Романюк. Вместе с моими коллегами подведем итоги недели в городе. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Мозговым штурмом на первом региональном штабе по поддержанию экономической стабильности Николай Любимов выслушал предложение бизнес-элиты. Ямочный ремонт в разгаре. На улицах города ликвидируют самые проблемные участки. Неизвестные полотна Репина, Саврасова, Тропинина в художественном музее презентовали выставку из фондов Курской картины-галереи. Ситуация в экономике будет сложной не на месяц и не на два. Нам нужно привыкнуть, что это надолго. Поэтому мы с вами должны формировать не только тактическую повестку, но и стратегическую. С таким заявлением обратился сегодня Николай Любимов к бизнес-элите региона. Первое заседание регионального штаба по поддержанию экономической стабильности получилось масштабным. Максим Васильев продолжит. Время эффективных решений – это не просто форум ради форума. В Большом зале Академии «Единобор» собрали всю бизнес-элиту региона. Аграриев, строителей, промышленников – в общем, опоры экономики Рязанской области. Обращаясь к бизнесу, Николай Любимов был откровенен. Трудности – это надолго. Ситуация сложная, контролируемая. У нас сейчас все механизмы в руках для того, чтобы обеспечить нам реально развитие и экономику оставить стабильнее. Это очень важно. Поэтому мы готовы выслужить любые предложения. Мы сейчас, особенно сейчас, все должны объединиться и не считать друг друга по группам. Никакой сегрегации. Однозначно – мы, они, все мы. Издалека это было похоже на масштабный брейн-ринг. 15 ярко подсвеченных тематических столов, за каждым бурное обсуждение, своеобразный мозговой штурм. Потому что именно эти люди знают, как им спасти свое дело в нынешних условиях. Власти поддержат категорически. И, полагаясь на пандемический опыт, для бизнеса снова сделали преференции. Даже больше. Мы сейчас максимально обнулили все наши налоговые ставки. То, что мы можем в плане налогов, мы все сделали абсолютно. Это наши сегодняшние меры. Плюс приняли решения, которые особенно сейчас бизнесу нужны. То есть это не только налоговые льготы, это не только административная поддержка. Здесь мы тоже предприняли ряд усилий. Федеральные органы власти тоже объявили об этом. Президент, в первую очередь, он сказал об остановке проверок бизнеса. Мы даем предприятиям деньги конкретно, которые им сейчас очень нужны, на выполнение оборотных средств. То есть просто кому-то надо за кредит заплатить, который он уже до этого взял. Кому-то необходимо запасы срочно нарастить, для того, чтобы продукцию выпускать. Деньги бизнесу дадут в виде кредитов, но по самым минимальным ставкам. 5-6%. Полмиллиарда на это у региона уже в резерве. Адресно, по словам губернатора, власти будут помогать предприятиям, что называется, в ручном режиме. Николай Любимов посетил каждую отраслевую площадку за столом агрария. Обсуждение было особенно бурным по поддержке производителей мяса и молока. Ну, сразу взял и говорит, торговый центр не больше таких процентов. Сдерживает, да. Сдержала, да? Что сделает торговая? Она сейчас сдерживает. Так, ребят, давайте-ка мы его... Да, приберем только с таким центром. Конечно. И они нас хопа и опустят опять. Все. А себестоимость, то, что мы покупаем, выросла на 40%. По всей цепочке надо. По всей цепочке, да. От каждого круглого стола ждали списки первоочередных мер с реестром от 10 позиций. Причем отметать по итогу не будут ничего. Каждая из них станет предметной и будет доведена до федерального центра. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Сегодня в экономическом секторе региона значительная доля организации работает под руководством женщин. И надо признать, что вы и ваши коллеги делаете это эффективно. Об этом заявил Николай Любимов на первом региональном форуме под названием «Бизнес. Женский взгляд». Ольга Раевская – специалист по транзитной наружной рекламе. На первый региональный форум «Бизнес. Женский взгляд» пришла вместе с подругой. Обе – бизнесвумен, которые и вне площадок часто советуются с друг с другом, обмениваются опытом. Здесь же мероприятия масштабнее, и можно не только коллег по интересам найти. На форум пришла, в общем-то, наверное, узнать, какие сейчас изменения будут в наших мерах поддержки, потому что я как социальный проект уже давно сотрудничаю с администрацией города, с центром «Мой бизнес», которые уже ежегодно нам во многом помогают и действительно слышат наши проблемы. Опыт Рязанской области по поддержке и оказанию помощи малому и среднему бизнесу признан одним из лучших в России. Рука у региона, что называется, набита. Например, уже принято решение по декапитализации фондов развития промышленности и поддержке малого и среднего бизнеса. Сумма доходит до полумиллиарда рублей. Сознан уже и активно действует Региональный штаб по реализации таких оперативных мер для поддержания экономической стабильности. Это, конечно, нам позволит максимально оперативно реагировать на изменяющую ситуацию, качественно работать по пакету антикризисных мер, которые уже на федеральном уровне правильного порядка будут приняты. Форум «Бизнес. Женский взгляд» в регионе впервые. Давно известно, что в Рязани наряду с бизнесменами есть и бизнесвумен. И проекты идут практически параллельно. Направленность просто разная. Поддержка слабому полу такая же, как и сильному. Исключений нет. В 2022 году в цель снижения нагрузки на бизнес у поручения губернатора Александровской области были разработаны следующие меры. Снижены ставки налога на имущество организации в отношении объектов, обладаемых от катастрофы стоимости с полутора процентов до одного процента для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, до 0,8 для организаций потребительской кооперации. Бизнес-форум скоротечен всего один день. Поэтому здесь и тренинг от клинического психолога, и мастер-класс от сертифицированного специалиста. Но что и правда немаловажно, это то, что можно на этой площадке найти единомышленец, обменяться опытом и даже составить наметки плана развития. Ведь, как сказал губернатор, важно, чтобы все принятые на форуме решения были поддержаны. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Дирекция благоустройства Рязани продолжает ямочный ремонт улиц нашего города. Асфальтобетоном ремонтники заделывают самые большие выбоины. Есть вопросы сегодня и к подрядчикам по гарантийному ремонту. Сотрудники дирекции благоустройства продолжают технично и методично латать рязанские дороги. С начала года бригадами ДБГ отремонтировано 38 участков на площади более 1800 квадратных метров. Сейчас косметически выправляют дороги на улицы сельских строителей в Семчино на пересечении улиц Черновицкая и Щерса до Ряжского шоссе и других участках. Дирекция благоустройства города продолжает производить ямочный ремонт на сети городских улиц с использованием литой асфальтобетонной смеси. При наступлении положительных температур, соответственно, будем усиливаться продолжать и литым асфальтобетоном, также автомобилем от Патчер. Как только потеплеет, на МБУ начнет работать асфальтобетонный завод. Сейчас комиссией обследовано более половины дорог на гарантии. К устранению выявленных недочетов подрядчики приступят с наступлением теплой погоды. Осталось подождать совсем немного. Рост цен на базовый набор молоко, сахар и подсолнечное масло федеральная антимонопольная служба взяла под особый контроль. Ведомство ежедневно мониторит динамику на социально значимые продукты. В начале года по инициативе федеральной антимонопольной службы крупнейшие федеральные торговые сети на территории Рязанской области достаточно большое количество торговых объектов, представлено сетями «Магнит» и «Пятерочка», взяли на себя добровольные обязательства и ограничили собственные розничные торговые наценки. Уровень торговых наценок к ценам поставщика на значимые продовольственные товары, перечень установлены правительством Российской Федерации, не превышает 15%, по каким-то позициям доходит до 5%. В марте торговые сети подтвердили свою приверженность новым экономическим реалиям. Выше 15% максимальная наценка на продукты первой необходимости быть не должна. Это аксиома. Местные ритейлеры правила игры приняли. И, например, на молочную продукцию, бакалею, хлеб, масло, сахар и соль. Наценка в пределах заявленных цифр. Важно, наверное, для жителей отметить, что на сайте Федеральной антимонопольной службы есть телефон «Горячая линия», куда каждый гражданин может позвонить и сообщить в управление о факте роста цен не только на продукты питания, но и на любые иные продукты, с которыми он столкнулся. Эта информация сейчас аккумулируется нами, аккумулируется по всей стране, оперативно доводится до сведений центрального аппарата. И она позволит нам более оперативно принять мир реагирования и представлять о том, какая текущая ситуация складывается на продовольственных товарных рынках. Если вас что-то возмущает, жалуйтесь. Обращения в антимонопольном ведомстве ждут на электронной почте. Каждый сигнал от граждан проверяют контрольными закупками. И в случае выпиющего нарушения обещают меры принимать незамедлительно. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». 36 пунктов по сбору гуманитарной помощи работают в нашем регионе. 5 в городе Рязань, остальные 31 в районах. Рязанцы активно принимают участие в сборе помощи для эвакуированных людей из братских республик. Приносят все самое необходимое. Средства личной гигиены, теплая одежда, продукты питания и вещи первой необходимости. Рязанский городской волонтерский центр, центр сбора гуманитарки. В районах таких пунктов 31. В качестве волонтера может присоединиться любой желающий совершеннолетний рязанец. Для этого достаточно зайти на портал Добро.ру и оставить соответствующую заявку по тем аккансиям, которые предлагаются. На данный момент у нас актуальны волонтеры-аниматоры, волонтеры, которые будут помогать в складах гуманитарной помощи, автоволонтеры. Не отстают от рязанских и районные активисты. В Кораблинском районе пункт сбора обустроен в местном совете ветеранов. По словам руководителя общественной организации Галины Малаховой, кораблинцы очень участливы и постоянно спрашивают, что еще принести. Статистика впечатляет. За несколько дней работы гуманитарке удалось собрать более 100 килограммов. А вот в Михайлове пункт сбора гуманитарной помощи открыли в школе. Теперь это место повышенной активности. Пришла поддержать, оказать поддержку, помощь людям, оказавшимся в беде. Принесла гуманитарную помощь. И хочу всех призвать поддерживать этих людей, потому что все мы люди. И сейчас, на данный момент, поддержать именно тех людей, которые оказались в такой ситуации. В Скопине активное участие в сборе вещей принимают школьники. Принимают, кстати, не только констовары, игрушки, но и ручные поделки. В основном активность проявляют у нас наши жители нашего города. Много вопросов задаются, а почему новые? А потому что соблюдаем санитарную безопасность. Вот не открытые пакеты, все упаковано. Очень сейчас идет активный сбор в школах. Вторая школа принесла нам констоваров. Очень много, но я знаю, что по школам еще идут сборы. В Рязанской области в пунктах временного размещения сегодня порядка 700 беженцев из народных республик ДНР и ЛНР. Все собранные вещи оперативно уходят тем, кто нуждается, по мере необходимости. 7 марта начался Великий пост. Самый продолжительный – 40 дней. И самый важный для православных. Наша съемочная группа встретилась со священнослужителем, который рассказал все тонкости. Пост – это не столько про воздержание в пище, сколько про воздержание в своих желаниях. Вернее, как рассказал протоиерей Арсений Вилков, к этому надо подходить с осторожностью. Здесь подойдет сравнение с тренажерным залом, когда новичок приходит и сразу хватается за большой вес. Поэтому и нужен своеобразный тренер – духовник, который даст совет, как лучше подойти к посту и в чем себя ограничивать. Ограничения в еде, как и любые другие ограничения телесные, они необходимы как средство для того, чтобы дать возможность действовать душе. Потому что все время нашей жизни мы, как правило, слышим только потребности тела. И эти потребности заглушают мольбы к нам души, просьбы ее о том, что она хочет, что ей хотелось бы, что ей полезно. Потому что тело над нами давлеет, над нашей личностью, хотя человек состоит из души и тела. Эти две равноправных части его, начало человеческой личности. И вот в пост мы стараемся тело ограничить именно для того, чтобы оно не давлело над душой. Максимально воздерживаться в пище не стоит. Традиционно это устав для монастырей. Обычным мирянам жить по другому уставу будет непросто. В пост человек должен себя ограничивать и относительно чего-то другого. Ну, в частности, развлечений. Сейчас нас окружает очень много развлечений, развлекательных мероприятий. Очень много шума информационного, который вокруг нас. Этот шум, он поглощает голос души. И душу не слышно. Ей плохо, она болит. Ей требуется помощь, духовная помощь. Но человек боится этого голоса и боится той боли, которая у него внутри. Поэтому он старается ее этим мусором информационным засыпать. Сейчас идет первая неделя поста. Первая седмица Великой Четыридесятницы. Сэм по уставу она строже других. В эти дни церковь делает максимальный акцент на теме покаяния. Подробнее в передаче «Городские встречи», которая выйдет в самое ближайшее время. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Обращение живописцев к религиозным темам актуально в любую эпоху. Интерпретация вечных тем в полотнах разных художников позволяет зрителю открыть новые грани в, казалось бы, известных истинах. Первая неделя Великого Поста всегда сложна для верующих. И в это время увидеть работы Андрея Миронова будет важно каждому. Выставка открылась в Преобанке и продлится до самой Пасхи. «Брак в Кане», как и другие полотна, написанного евангельскому сюжету. Это картина о первом чуде, совершенном Христом, превращении воды в вино. Здесь, в этом сюжете, сплошные символы. Что здесь делает собака? Собака – это символ смирения. Мы вспоминаем Хананянку, которая упрашивала Господа вылечить ее дочь. И он сравнил ее с собакой. Это не потому, что он хотел ее унизить. Для того, чтобы что-то получить от Бога, нужно себя смирить. Все еще только начинается, страсти Христовы еще только впереди, и очень скоро. Но, тем не менее, вот уже стоп за спиной Христа – это уже такой предвестник будущих Голгофов и гора, то же самое. Много лет Андрей Миронов работал в милиции. Но, приходя вечером домой, снимая милицейскую форму, он доставал палитру и кисть. Это всегда было его призванием. К иконописцам Андрей Миронов себя не причисляет. Все-таки у икон совсем другой стиль написания. Однако, библейские сюжеты – его основная тема. Руки тоже раскинут. С одной стороны, он приветствует этот мир. Он приветствует этот мир, в который пришел. В то же время, это некий прообраз уже будущего распятия. Кстати говоря, здесь внимательный зритель. Здесь животных не два, а три. Если внимательно посмотреть, то можно найти еще божий коров, который тоже выползл и снимает. И тоже она вот интересна, вот ей посмотреть на своего создателя. Говорит, что творчество его вызывает разное мнение у созерцателей. Наверное, именно в разнообразии мнений как раз и заключается смысл искусства. Главное, что никто не остается равнодушным. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спасибо. Репин, Геа, Иванов, Тропинин. Именно этих мастеров русской живописи знакомы даже тем, кто от искусства далек. Шедевры их кисти изучены и рассмотрены до мельчайших деталей. А вот познакомиться с теми полотнами, что редко являются глазу зрителя, потому что хранятся в фондах большое счастье. Шедевральные образцы живописи 18-19 веков приехали в художественный музей из фонда в Курской государственной картинной галерее имени Дайнеки. Саврасов, фамилию этого художника, каждый из нас помнит с пятого класса. Тогда по школьной программе мы писали сочинения по картине «Грачи прилетели» к самому известному произведению мастера. Простота пейзажа и кажущаяся невзрачность выбранного для изображения времени года, но при этом ощутимая радость едва пришедшей весны. Лишь повзрослев, можно понять, в чем именно гениальность живописца. На выставке из Курска есть полотно кисти Алексея Саврасова, и оно притягивает взгляд, несмотря на то, что не так известно, как нашумевшие «Грачи». Виктор Грушиновицкий, например, признался, что еще не прочитав, кто автор картины задержался возле нее, отошел, а затем вернулся, заинтересованный чем-то. Фондовские вещи показываются не так часто, и каждый музей всегда с удовольствием берет такую выставку, на которой можно поразмышлять и узнать что-то новое. Основу этой коллекции составили собрания нескольких семей, которые были связаны с Курской землей. Это Борятинские, Нелидовы и Шварцы. Вот эту необъяснимую притягательность живописи великих, которую ощутить можно не только при сосерцании признанных шедевров, но и при знакомстве с малоизвестными полотнами или с ранними произведениями мастеров. К примеру, женский портрет кисти Василия Тропинина. Неповторимый авторский силь уже узнаваем, но он еще в стадии становления, поиска художественных приемов и методов. А это изображение натурщика от Александра Иванова, известного своим грандиозным полотном «Явление Христа народу». Рядом его же полотно камни. Наблюдать за творческими поисками мастеров, видеть их малоизвестные работы – это словно оказаться в мастерской и подсмотреть за процессом создания чего-то великого. Были каноны в портретах, были какие-то определенные условности, которым следовали и живописцы, и иконописцы. Но здесь, на этой выставке, я вот именно увидел, пожалуй, я бы так выразил, какой-то грань дозволенного, которую начали наиболее личностно такие сильные художники преодолевать, переходить какие-то границы, но в творчестве. Не меньше интерес у зрителей могут вызвать полотна на библейские и исторические темы. Мы попадаем в галерею ярких национальных типажей, образов русской природы, жанровых сцен из жизни разных сословий, классические для эпохи, парадные портреты. Портреты вообще являются значительной частью этой выставки. Это такие известные исторические персонажи, как мать Петра Первого, Наталья Кирилловна Рыжкина, великая княгиня Мария Федоровна, великий князь Павел... ой, Константин Павлович Романов, сын Марии Федоровны. Вообще, этот портрет вызвал у нас некоторые вопросы, потому что само называется портрет Царевича. Но, тем не менее, выяснилось, что это все-таки великий князь Константин Павлович. То есть, это такой портрет-загадка. Одновременно с этой уникальной выставкой в Курске работает выставка из собрания Рязанского художественного музея. Это первый опыт взаимодействия галерей. Но сотрудники нашего музея, к которым присоединятся, пожалуй, все любители искусства, выражают надежду на то, что следующий проект, а он обязательно будет, станет поводом привезти в Рязань богатое собрание произведений Дейнеки, хранимое в Курске. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Запас витаминов и минералов в период наступления весны полезен любому человеку. И те питательные вещества, которых многим из нас не хватает, содержатся в морской рыбе. Рязанцам в этом году повезло. В городе до субботы действует выставка продажа «Икра и рыба камчатская». От кишуча до зубатки и от томоля до чавычи. В прибрежных водах Камчатки местные рыбаки ведут промысел десятка видов тихоокеанской фауны. И к рязанскому столу доставляют самые свежие экземпляры. Включая редкие для искушенного ценителя виды – чавычу или белорыбицу. По телевизору увидела рекламу и решила рыбку купить. Красное чавычу, филе хочу взять и икру. Прошлый приезд был их. Я покупал их. И красную икру, и рыбу красную, и белую красную. Нас всех удовлетворило. Я покупала здесь рыбу очень вкусные, хорошие, свежайшие. Я советую всем купить. Я брала малорыбицу, палтус и чавычи. Красную икру гурманы ценят за неповторимый вкус, а диетологи – за ее полезные свойства. Ведь в ней фолиевая кислота, йод, калий, железо и еще с десяток важных для жизни микроэлементов. Все они положительно влияют на работу головного мозга и нервной системы. Чтобы сохранить максимум всех ценных качеств, говорят, на Камчатке засаливают икру прямо на судне, сразу после добычи. Рыба вся свежая. Тоже едим с удовольствием. Всей семьей. Покупаю себе и дочери, и родителям. Будет день рождения у дочери, обязательно куплю. Так что с удовольствием покупаю эту рыбу. Чувычу купила, белорыбицу купила, икру. Хорошо, ребята, торгуй, ты быстро и вкусно. А что, брали, если не секрет, в прошлой разы? Икру, белорыбицу и красную рыбу. По-моему, двух видов. О пользе морепродуктов можно говорить долго. Рыба – настоящий концентрат витаминов В и Д, а также минералов. Познакомиться с дарами Тихого океана рязанцы могут до субботы включительно. У торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте город62.тв. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 7 по 12 марта. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин